Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Не знаю, в общем-то у этих машинок должно хватить своей прижимной силы, можно оставить по балансу. Ладно, давайте пока так оставим, там посмотрим. Но сложность у нас остается неизменной. Играем мы все так же в клавиатуре. Ну что, поехали, шесть кругов. Ты на шестнадцатой позиции. Красивенько, красивенько. Отличный первый круг. Ты возглавляешь гонку. Да, машина, друзья, плохая на самом-то деле. Быстро разваливается, надо заметить к ее недостаткам. Заносит ее сильно. При резком старте особенно. И выходе с поворотов. Вот здесь вот, например, видите, да? Отличный второй круг. Ты возглавляешь гонку. А вот здесь вот, вот этот поворот надо проходить обязательно, ну, по касательной, знаете. То бишь там ни в коем случае нельзя газовать максимально, иначе... Это плачевно закончится. Тебе удалось пройти половину гонки. Мы идем даже в отрыве некоторых. Ты возглавляешь гонку. Так держать. Видите, видите, как заносит машину сильно. Стоит немножко передержать газ, и машина просто развернется в обратном направлении. Сложно вот этот поворотик. Сложно вот этот поворотик. А это я балует передержал уже. Так не честно, хотелось еще рекорд. Ладно. Соперник на твоем примере учиться будет! Вот так победа! Неплохая гонка была на самом-то деле. Соперник посрамлен! Замечательно! Ну да, согласен. Реально хороший заезд, красивый. Даже не повредили машину, хотя столкновения были конечно же. Давайте посмотрим повтор. Нет, повтор мы будем смотреть обязательно сначала. Так, где-то у нас отмоточка. Ну тоже, друзья, никак не могу понять, почему мы начинаем 16-ми. Вот как так? Ну я понимаю, да, гонка-кубка, но может быть какие-то правила особые или что ли. Так, ну что, поехали. Здесь, конечно же, пришлось обходить по внутреннему радиусу. Не сказать, чтобы это было просто, но как видите можно. В большинстве случаев там можно здорово повредить машину. Хотя не сказать, чтобы очень критично. Здесь удалось им пойти, в общем-то, как бы так. Так, еще один красивый поворотик, давайте-ка его посмотрим по внимателям. Смотрите. Сразу три позиции отыгрываю. Раз, два, три. Немножко срезали, конечно, но, по-моему, штраф мне там не засчитывал. То бишь, это вполне себе допустимо. Сразу садимся на хвост лидеру и... О, просто шикарное видео, посмотрите-ка. Прям видно, как мы его обходим. Он, естественно, тормозит, чтобы войти в поворот, и мы его вот так вот красиво приделаем. Вообще машинка вот эта очень схожа с формульной. Ее также сильно заносит. Она также разворачивается, если резко стартует с поворотом. Также невозможно на тормозе развернуть машину. Из плюсов только то, что есть ручной тормоз. Ой, его я не обнаружил. Доллары. Почему-то у Доллары я не обнаружил наличие ручного тормоза. Хотя он бы ей там не мешал. Вот у этой машинки есть. Хотя им особо здесь не пользуешься, но все равно. Ладно, друзья, давайте продолжать. Рекорд круга, кстати говоря. Все-таки похоже, что не у нас, но все равно. Ладно. Аарон Весли, кстати, смотрите, да, проехал круг быстрее, чем мы. Но, тем не менее, он восьмой, а мы первые. Хокинхэйм ринг. Знакомая трасса, друзья. Да, это, похоже, та самая трасса, с которой мы начинали игру. Любопытно, любопытно. Надо сделать Аарон Весли. Понятно. Тут, к слову сказать, квалификация есть. Великолепно. Это хорошо, друзья, это очень хорошо. Ладно, я думаю, что все это дело мы обязательно продолжим в следующей серии. А вам, если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Дальше будет самое интересное, друзья. Мы на этой трассе уже катали. Интересно, какой результат мы покажем сейчас. Правда, тогда были и другие машинки, да? Сейчас мы будем катать на Доларе. Ох уж, это Долара. Ну да ладно, посмотрим, чем все это закончится. Я прощаюсь с вами. Всем пока-пока. Увидимся.